Всем привет, я Влада и это Биг Ньюз на Тенте Мьюзик. Самые обсуждаемые новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели прямо сейчас. Леди Гага, Тейлор Свифт, Билли Айлиш и еще 50 звезд приняли участие в крупнейшем онлайн-фесте One World Together at Home. Мод вышел в прямой эфир и раскрыл секреты новой пластинки Парабола. Ольга Бузова, Фогель и Эстер рассказали Тенте Мьюзик о своих карантинных буднях. Маруф анонсировала свежие треки. Чарли Пут стал младенцем. Кто еще отличился в соцсетях, узнаете в инста-обзоре. Тимати провел онлайн-концерт, а также главные новинки в блоке релиза недели. Начнем с самого обсуждаемого события в мире музыки. В сети прошел крупнейший онлайн-концерт One World Together at Home. Благотворительный марафон длился более 8 часов, а участие в нем приняли Леди Гага, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Камила Кабео, Дженнифер Лопес и еще более 50 артистов. Каждый из исполнителей выходил в эфир из своего дома и пел одну из любимых песен. Билли Айлиш с братом для выступления выбрали кавер на трек Сани Бобби Хэба. Лизо продемонстрировала великолепные вокальные данные, выбрав песню Сэма Кука «A Change Is Gonna Come». А Дженнифер Лопес выбрала знаменитую балладу «People из мюзикла «Смешная девчонка» с Барбарой Стрейзанд. Одним из самых ожидаемых был выход в стрим Тейлор Свифт. Ее выступления онлайн посмотрели одновременно более двух миллионов человек. Певица исполнила свою композицию «Soon You'll Get Better». Из легенд на фесте отметились Элтон Джон, Пол Маккартни и The Rolling Stones. Также к онлайн-концерту присоединились Сэм Смит, Джей Бальвин, Рита Ора, Шон Мендес. Организатором проекта и главным хедлайнером была Леди Гага. Поп-дива исполнила песню «Смайл» Чарли Чаплина. Всем привет! Я Леди Гага. И сегодня я очень счастлива, что наш мир объединился против борьбы с COVID-19. Благодаря онлайн-фесту звезды смогли собрать 128 миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Все средства переведены в фонд Global Citizen и пойдут на помощь медицинским работникам по всему миру. Мод вышел в онлайн и представил седьмой студийный альбом «Парабола», который назвал прифанкованной пластинкой с максимальным разнообразием жанров. Там действительно намешано все от блюза до трэпа. «Парабола» — это не только название, но и символ альбома. Пожалуйста. И очень символично, что он выходит в такое время, потому что мы с вами сегодня живем в интересное время. Не простое, но интересное время. И «Парабола» — это напоминание всем нам. Люди, не падайте духом. Альбом «Парабола» стал первым в лонгплее Мото после трехлетнего перерыва. В трек-лист вошли 14 песен. Мы прорвались к Матвею в прямой эфир и узнали подробности. Ты не опасался делать музыку сейчас в таком не супер-трендовом звучании некоторых треков? То есть Iron B — это не самое сейчас популярное управление. Так вот тут и задача. Вот сейчас это и задача, чтобы сделать это звучание все-таки трендовым. Почему ты решил все-таки сейчас дробнуть альбом во время карантина? И каким видишь ты будущие альбомы в связи с карантином? Повторюсь, потому что у этого альбома нет какой-то коммерческой цели. У этого альбома есть цель немножко взбодрить людей, немножко дать им надежду, что скоро эти темные времена закончатся. В альбоме прекрасная концепция, смысловая концепция, которая отличает этот альбом от всех моих предыдущих работ. Это что у каждого трека есть пара, у каждого трека есть подружка или друг, или, не знаю, жена, любовница, муж. В общем, все треки в отношениях. На самом деле альбом был готов еще в феврале. Мод собирался снимать клипы, но планы пришлось изменить. Артист призвал фанатов не паниковать и брать пример с него. Зачем планируешь заняться сейчас, когда альбом уже выпущен, когда можно расслабиться немного? Кайфую от проведения времени с семьей, занимаемся воркаутом с женой, собираем лего, танцуем с мелким, снимаем тиктоки и смотрим сериалы. Все как и все. Самоизоляцию соблюдают многие звезды российского шоу-бизнеса. Мы связались с некоторыми и запросили карантинные подробности. Всем привет, с вами Фогель. Я провожу карантин в своем семейном гнездышке. Вернулся в город Новороссийск, где я раньше жил. И большую часть времени провожу на этом балконе. Мне вот мама тут помогла бы устроить рабочую зону. И мне здесь просто нравится. Ребята, ТНТ-Мьюзик и все мои поклонники, большой вам привет. Надеюсь, у вас отличное настроение, как и у меня. Давайте еще немного посидим дома, потерпим и потом снова будем зажигать на моих концертах. А пока посыпайтесь, как я. Готовьте себе вкусняшки, читайте книги. И не забывайте про спорт по утрам и вечерам. Лишние килограммы нам не нужны. Творчески к карантинным будням подошел СТ. На самоизоляции Саша экранизировал свой новый сингл «Ролексы», где показал будни молодого отца и любимую супругу Ассоль, которую носят на руках. Голливудский скандалист Джонни Депп сдался и наконец-то завел себе Инстаграм. На страничку актера подписалось почти 4 миллиона человек, а первый пост собрал более сотни тысяч комментариев. Кого еще обсуждают в соцсетях, узнаете в нашем инстабзоре. Джак Алиб, который на прошлой неделе выпустил Макси сингл «9.1.1», снова вернулся в студию и анонсировал еще один ЭП, а также показал отрывок нового трека. Свежую музыку в Инстаграме спойлерит и Маруф. Певица загрузила отрывки трех новых синглов и предложила фанатам самим выбрать, какую песню выпустить первой. А Чарли Пут решил поэкспериментировать с внешностью. Певец сделал в приложении Babyface и зачитал рэп. Тимоти провел большой онлайн-концерт для своих поклонников. В прямом эфире лидер Blackstar зачитал свои лучшие треки. Мы разносим весь клуб в щеки! Джин! Весь клуб в щеки! Весь клуб в щеки! Сам Тимоти назвал свой стриминговый сольник домашней вечеринкой. И попросил фанатов расслабиться перед экранами. Деньги сыпать с небес тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ будет пятница. И в моих руках опять твоя загница. А через несколько дней Тимоти уже на пару с Настей Ивлеевой побил абсолютный рекорд в мировом Инстаграме. Их часовой безбашенный прямой эфир смотрели более полумиллиона человек одномоментно. В кадре Тимур и Настя максимально поиздевались друг над другом. Ивлеевой пришлось разрезать любимую худи, ронять на себя кактусы, нарисовать грудью картину и даже встать на доску с гвоздями. Для Тимоти были еще более сумасшедшие челленджи. Тимур разбил свой смартфон, съел табаско, проколол губу, прошелся по мышеловкам и разрезал любимую доску для серфинга. В сети появилась инсайдерская информация о грядущем коллабе Арианы Гранды и Леди Гаги. Рабочее название трека Rain On Me. И его премьера, возможно, состоится в мае. О тех, кто уже порадовал новинками, вы услышите в нашем блоке релиза недели. Баста в честь 40-летия представил поклонникам свое очередное альтер-эго «Горилла Зипа». И вместе с ним новый альбом. В релиз Volume One вошло семь электронных треков. Это революция наших музыкальных вкусов, объяснил Василий смысл релиза. Виз Калифа представил новый EP с семью треками. В сборнике The Saga of Days Khalifa всего одна сольная работа и шесть фитов с коллегами-рэперами. Куэйва, Тайгой, Меган де Стеллион и не только. Премьеру Калифа приурочил к десятилетию своего легендарного микстейпа Cash & Orange Juice, который вышел в апреле 2010-го. В сети появился сольный посмертный релиз Juice WRLD. Рэп-баллада Righteous была записана в 2019-м. Трек войдет в грядущий полноформатный альбом погибшего фрешмена. В поддержку новинки вышел клип, одна часть которого состоит из архивных видео, а другая из анимационных кадров. Это были Биг Ньюз и я, Влада. Если вы пропустили выпуск в эфире, ищите его в приложении Tenta Music или на сайте в разделе программы. И оставайтесь дома. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин